Это послание стало 27-м в новейшей истории России и 17-м для Владимира Путина. Характер выступления еще заранее назвали постковидным. Президент начал с итогов прошлого года о сложностях пандемии и научных прорывах, а именно о разработанных в России трех вакцинах против коронавируса. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса. И по контуру внешних границ, и внутри нашей страны. В связи с эпидситуацией Путин поручил Минздраву и субъектам страны расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля этого года. Для этого в регионы поставят мобильные диагностические комплексы. Также президент сообщил, что в ближайшие три года будет дополнительно направлено 5000 новых машин скорой помощи в сельскую местность, что позволит практически полностью обновить парк автомобилей. Если подытожить, то Владимир Путин призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни россиян в 78 лет. Сегодня президент дал развернутые ответы на многие вопросы. Обозначил будущие социальные выплаты семьям с детьми, поддержку здравоохранения, поддержку бизнеса. По сути, сегодня мы услышали стратегию развития, пошаговую стратегию развития нашей страны на ближайшую перспективу. Теперь это необходимо в том числе обеспечить законодательной базой и сделать это незамедлительно. Стало известно, что семьи, в которых растут школьники, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей на одного ребенка. Также будет увеличен размер больничного по уходу за ребенком до 7 лет до 100% заработка. Это особо важно для молодых женщин без большого стажа работы. Поддержка коснется и неполных семей. С 1 июля детям с 8 до 16 лет, которые растут в таких семьях, назначат ежемесячную выплату 5600 рублей. И еще одно важное заявление, в том числе для жителей Алтайского края, по словам Путина, люди не должны платить за подводку газа к границе участка. Еще один немалый факт, который был задет, учитывая, что Алтайский край, мы попали в программу, подписанную Виктором Петровичем Томенко и Миллером. Это Большим Газпромом. Газификация Алтайского района 60 миллиардов рублей. Это наши южные города, это Яровой, Славгород, Трубцос будут полностью газифицированы. И по дороге газ будет проходить по множественным владениям. И на сегодняшний день, с 1 июля этого года, уже будет введена новая норма, до границ земельного участка бесплатный подвод всех газовых историй. Очень много инициатив прозвучало, все они лягут в основу наших дальнейших планов и наших решений, и мы приступим к их реализации. Добавим, что приятным бонусом стала новость о том, что президент предложил продлить программу туристического кэшбэка до конца года. Ирина Корчагина, День с толком.